Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня я решил отправиться на водохранилище и половить карася в забродку в заранее заготовленном камышовом окне. Ловить с берега в камыше карасей, конечно, гораздо удобнее, но нужно учитывать, что все доступные и наиболее интересные для ловли места могут быть заняты к моменту вашего приезда на водоем. Что в таких случаях делать? Можно надеть забродники, забраться в камыши и выкосить там свое личное окошко для ловли. Причем ловить в таком окне можно сразу после выкашивания камыша. Рыба не то, что не боится выкашивания камыша, а наоборот быстро подходит к этому месту, чтобы поживиться кормом, упавшим сверху или поднятым с донного грунта. При подготовке окна нужно учесть и момент маскировки. Если, едя по берегу, ваше окно будет заметно, то его тоже могут с высокой вероятностью занять коллеги рыболовы, у которых под рукой оказались болотные сапоги или забродники. На схеме видно, как выгодно делать окно. Сам вход в сторону окна в камыше делается под острым углом вдоль берега. Далее уже можно повернуться спиной к берегу и выкосить Т-образное окно. При этом рыболов будет стоять в нижней части буквы Т, а ловля будет в верхней части окна. Еще весьма полезно проделать узкий проход тропинку от окна в сторону открытой воды. Карасям в таком случае будет легче находить ваше окно. Вообще для ловли карася весьма полезно использовать различные виды граблей и коз. В случае, когда необходимо получить окно среди мягкой водной растительности, то хороши вот такие приспособления на длинной веревке. Вначале данные грабли нужно раскрыть и затем несколько раз забросить в воду. Каждый заброс принесет на граблях от одного до двух ведер водной растительности. Для вырезания окон в камыше уже нужна коса. Очень удобно вот такая раскладная коса с ручкой длиной 50 сантиметров. Коса весьма компактная, не тяжелая и великолепно справляется с камышом любой густоты. Подобной косой можно всего за 10 минут сделать удобное для ловли окно в камыше шириной более метра и длиной около 8 метров. Ловить я сегодня буду на жесткую удочку хард длиной всего 3,6 метра. Поплавок использую короткий, для мелководья, чтобы меньше путался в камыше. Груз полностью топит тело поплавка, а тесто уже притапливает вершинку поплавка и выполняет роль подпаска. Так как предполагается ловля немелкого карася в стесненных условиях, то крючок всего один, седьмого номера, безбородочный. Узел крючка на всякий случай проклеен суперклеем. Снасть простая и надежная. Сейчас 3 часа дня и я собираюсь порыбачить до вечера. Почти неделю было холодно и сегодня первый действительно теплый денек. Я предположил, что достаточно холодная для лета вода после обеда прогреется и карась может начать клевать. Первые час-полтора буду ловить на тесто практически без глютена. Хочется, чтобы тесто быстро распадалось, осыпалось и тем самым производился интенсивный точечный закорм точки ловли. Пока не клюет. На распадающееся тесто выгодно ловить, так как скучать некогда. Буквально пару минут ждешь и нужно насаживать новую порцию теста на крючок. Чувствительная вершинка поплавка легко показывает, когда тесто с крючка уже почти осыпалось. Примерно через 30 минут ловли случается первая поклевка. Поначалу я подумал, что на крючке карась, однако это попалась довольно увесистая платвица. Аккуратно освобождаю рыбу и отпускаю ее обратно в водоем. Колобок теста в данный момент делаю достаточно крупный. Я сейчас больше прикармливаю, чем непосредственно ловлю. Кроме того, под водой данный колобок начинает очень быстро таять, уменьшаясь в размерах. Прошло еще около 30 минут и уже похоже пошла карасевая поклевка. Продолжение следует... Этот упитанный карась сорвался с крючка. Я ни на секунду не расстроился, все равно отпустил. Его поклевка была весьма красивая. Как только сделал новый заброс, тут же поплавок начал опять проявлять активность. Да, похоже стайка карасей подошла. И этот карась вырвался из рук и убежал, пока я забыл. Занимался съемкой. Стою в камышах. Сейчас 5 часов вечера. Начал с трех, но в три часа ничего не было. Потом стало теплее, теплее, теплее. Сначала вода 23 градуса была, потом стало 24. Вот когда стало 24 градуса пошли поклевки. Уже два карася славил и плотву. И в принципе такая плотва такая жирная попалась. Караси кругленькие красивые, то есть подошли не сразу, то есть через какое-то время. Все, продолжал ловлю. В камышах ловить очень уютно, красиво. Никто не мешает. Супер красота. Сделал себе окошко, выкосил. Окошко это незаметно поставил. Так, чтобы не видно было, когда по берегу идешь. Это окошко под углом выкосил. Вход в это окошко. И теперь приходишь и получаешь удовольствие от самого процесса ловли. При использовании быстро распадающегося теста скучать не приходится. Есть постоянная динамика, частые перезабросы снасти и ты всегда точно знаешь, на крючке сейчас тесто или нет. Вот этот проход я выкосил буквально минут за 10. Специальная коса. И за бродкой я зашел несколько дней назад. Выкосил. Попробовал на следующий день ловить, но был сильный ветер, не клевало. И вот сегодня тоже ветер приличный, но гораздо слабее, чем был в прошлую рыбалку. И вот когда ветер не сильный, вот в камыше рыба хорошо ловится. Но если бы сегодня ветра не было меньше, я думаю, что клев бы был лучше. Но тем не менее, все равно поклевки есть, это радует. Рыба довольно-таки упитанные карасики попадаются. То есть удовольствие от ловли получаешь, стоишь вот чуть выше, чем по колено в воде. Тишина, красота. То есть полностью изолированная твоя полянка. Больше никто не ловит. Пока разговаривал, показалось, что заметил поклевку. Присмотрелся внимательнее? Точно, это растянутая во времени поклевка. Сегодня я ловлю с достаточно толстой леской и одним крючком. Карась периодически ныряет в камыш, но я его тут же из него вытаскиваю. Да, в таких условиях ловить с двумя крючками точно нельзя. КОНЕЦ Отпускаю очередного красавчика в родную стихию. Пошел шевелиться камыш. Это значит, уже рыба там ходит. Ловлю сегодня на удочку 3,6 метра длиной. Жесткая, хард. Леска у меня 0,26 основная и 0,22 поводок. Поэтому, в принципе, я рыбе тут шансов особо не даю. Подсекаю сразу, наверх поднимаю, держу. Она там успокаивается и потом я ее спокойно подвожу. То есть, в принципе, у меня и подсак лежит в сумочке здесь. Но я его не достаю, потому что караси пока что не те, которые нужны для того, чтобы брать их в подсак. Но, тем не менее, удовольствие от рыбалки получаешь. Очень красиво. Вот ощущение уединенности и комфорта, когда ловишь в камышах, конечно, просто потрясающе. Ни с чем не сравнимо. Никто не мешает, никакого мусора вокруг нет. Люди не ходят, никто не спрашивает, клюет, не клюет. Просто ловишь, получаешь удовольствие от рыбалки, полностью сосредоточен. И шикарные поклевки. Прямо на виду, на коротке. Вот удочка короткая, 3,6 метра. Она позволяет ловить с близкого расстояния и увидеть все нюансы поклевок. Стою сейчас в забродниках из ПВХ. Именно из ПВХ. Потому что их очень легко одевать. То есть, вылез с машины буквально, снял туфли, быстренько одел из ПВХ и пошел. То есть, не надо никакие ботиночки, неопреновые тапочки одевать наверх. Не надо там пояса подтягивать. То есть, очень сильно экономит время. Когда в воде стоишь по пояс фактически, то дышащие свойства, они ни на что не влияют. Стоишь в теньке, поэтому никаких проблем нет. Вещи все принес. Сумки из тоже ПВХ. И сумка у меня сейчас плавает на воде, опирается на сачок, не сачок, а у меня рогулька такая. Столик специально для наживки. То есть, все очень удобно. Вот у меня плавает сумочка. А вот это столик с наживкой. Вот у меня тесто уже подготовлено на кусочки. Прошло буквально 5 минут и произошла очередная карасевая поклевка. Прошло буквально 5 минут. Поклевки получаются такие растянутые во времени. То есть, рыба дотронется до приманки, походит, опять дотронется, походит. Буквально по 2-3 минуты поклевка длится. Это показатель того, что рыба еще не активна. Но, тем не менее, вот тесто, которое растворяется в воде от хирабуна, оно имеет множество ингредиентов и очень хорошо соблазняет рыбу. То есть, рыба все время крутится, там ароматное облако, вместе ловли получается. И она не может перекормиться, потому что много прикорма не идет. То есть, у меня фактически прикормка это тесто, падающее с крючка на каждом забросе. И вот именно длинные поклевки говорят о том, что клюв еще не очень. Тем не менее, ловится и удовольствие получаешь по полной программе. Сейчас хочу замесить тесто. В данном случае уже буду использовать тесто глютеновое. У меня предыдущая поклевка. Есть! Карась, можно сказать, застал меня врасплох. В одной руке камера, а в другой руке удочка. Кроме того, рыба попалась самая крупная на данный момент. Карась легко заскакивает в камыш, пытается запутать леску, но снасть у меня крепкая и рыбу неизменно удается выводить из растительности. Пора брать карася рукой. Это довольно сложно сделать, так как еще необходимо положить камеру в надежное от воды место и тем самым освободить руку. Получилось! Красивый карась попался. Ну что, вот рыбка. Хорошая, долгая, долгая она клевала. Тоже минуты три, наверное, подходила. Но, тем не менее, клюнула. Кажется, что в руках держишь не рыбу, а живой кусок сплава серебра и золота. Такого красавчика отпустить особенно приятно. Карась уже крутится на точке. По этой причине решил замешать уже более глютеновое тесто. Оно дольше держится на крючке, чем тесто с малым содержанием глютена. Воды добавляю чуть меньше по объему, чем сухой смеси. Тщательно перемешиваю, стараясь добиться полного и равномерного впитывания воды. Теперь нужно подождать несколько минут, пока в тесте не образуются нити глютена. По сути, эти нити выполняют роль ваты в обычном тесте. Разница лишь в том, что вата несъедобная, а глютен рыбы едят, можно сказать, с удовольствием. Уже 6 часов и, как ни странно, вроде бы должно улучшение быть клево, а клев, наоборот, становится хуже. Почему? Потому что ветер усиливается, погода хуже становится, ночью будет дождь. И поэтому я вот сейчас замесил еще тесто. У меня тесто было первое почти без глютена, а второе тесто уже более глютеновое. То есть оно будет лучше держаться на крючке. И я так думаю, что тут уже сейчас точка у меня раскормлена, поэтому особо нет смысла ждать, стараться, чтобы тесто быстро свалилось с крючка. То есть, наоборот, пусть оно лучше долго повисит, причем оно становится нежным таким на дне. И вроде бы кажется, что уже тесто слетело, но на самом деле тесто лежит на дне, и крючок держится за тесто, потому что в тесте есть глютен. О, поклевка опять пошла. Ветер все продолжал усиливаться, а вот клев наоборот с каждой минуты стал становиться все слабее и слабее. Начались сильно растянутые во времени пустые поклевки, которые не удавалось реализовать. Решаю замерить температуру воды. Ага, все понятно. Ну, простоял уже целый час ни одной поклевки. Все-таки вода прихолодала, кому же зашумел, рыба ушла. Все, можно уже собираться, выходить на берег и двигаться домой. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин